А я не украшала еще свою квартиру, но ничего, для того чтобы сделать венок на дверь, мне понадобится ну просто очень мало времени. Конечно, когда венок заготовлен, а я заготавливаю вот такой вот венок из винограда дикого, пятилисточкового, который везде растет. Я заготовила вот такой вот веночек. В любой вот магазин можно Леонардо пойти и купить там из специальной заготовки, которую я вам тоже покажу, как делать. Но вот нет этих заготовок, не успела купить. Ковид, никуда не хочется идти. Но есть такой венок. Опять же говорю, если нет такого венка, то вообще-то дикий виноград растет везде. И можно пойти его тут же собрать. Это проблем нет. Но опять же я говорю, что можно из веточек сплести. Это тоже не сложно. Ну а дальше, как же мы будем украшать этот венок? Очень просто. Я когда-то покупала в Экспрессе вот такой вот замечательный прянишный домик. Там же я покупала сосенку. И там же покупала или на Алиэкспресс, не помню, когда-то ягоды. Но в принципе можно купить и другие ягоды. Когда-то я делала сама вот такие звездочки из материи. Все это тоже очень модно. Снеговичок. Вот такой замечательный сидячий снеговичок. Ну, во-первых, я могу просто посадить снеговичка в этот веночек. И уже вот все будет чудесно. И повесить его, и в общем-то, вполне достаточно. Но, чтобы было красивее, я могу добавить сюда банк из этой ленты. И сделать где-то его на верхушке. Или можно вообще даже этой лентой обвить весь венок. Но я не хочу много обвивать. Я хочу, чтобы больше было натурального. Ну, вот люблю я натуральное все. Поэтому можно только сделать наверху небольшой банк и ленту. А можно добавить сюда вот такие вот звездочки еще. И будет, в принципе, вот такой вот веночек со звездочками. Но есть другой вариант. Я могу вместо снеговика подвесить вот фонарик. И повесить в середине вот такой фонарик. Ну, я считаю, замечательно. Еще один вариант. Ну, сюда же подвесить вот этот домик. Опять же, можно банк сделать. Можно просто ленту какую-то. Ну, а можно и просто ягодки. Ну, вот сюда бы я даже добавила, может быть, вот сюда вот добавила бы какую-то веточку. С веточкой, чтобы это все смотрелось. А может быть, сюда еще мы бы добавили ягодки. А можно веночек украсить просто шишечками. Покрасить их белой краской и украсить шишечками. Посмотрите, как хорошо светится веночек с лампочками. Красота! А вот и еще один вариант венка. Но отличается он от предыдущего тем, что здесь использованы живые ветки ели. И еще здесь я использовала клейвус-пистолет. Ну, хотела, чтобы это все было крепче, потому что этот венок я позже подарила своей подруге. Итак, вы видите, что я здесь использовала игрушки. И первоначально я хотела сделать, применить такой цветок. Но потом я все это поменяла на бантик. Ну, как получилось судить вам. И все-таки я хотела сказать, что сейчас я вам покажу то, что я сделала на кухне. Венок, который я повесила на кухне. Он такой же, как и я вначале говорила, примерно сделан по такому же принципу. Но он намного больше. Он висит на двери кухни, украшает ее. Ну, то есть вот за 15-20 минут можно сделать два венка, украсить все и, ну, создать такое праздничное настроение. Но еще какая-то композиция на столе. Я уже давно отказалась от елочки. И я предпочитаю делать композицию на столе из веток. Ну, вот посмотрите, как хорошо здесь все сочетается. И еще я вам хочу показать венки, которые тоже можно создать по такому же принципу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok